Приветствую всех любителей шахмат. Вчера стартовал турнир под названием New Inches Classic Knockout. И во время четвертой партии первого игрового дня встретились между собою новоиспеченный американец Ливон Аронян и Уэсли Со. Ливон играл белыми фигурами и пошел Д4. Черный отвечает развитием коня после начальных ходов. С перестановкой получается славянская защита. Белый открывает диагональ для развития белопольника, а черные выводят коня по направлению в центр. Аронян применяет антимиранский вариант, пока что не спешит с развитием слона, чтобы у черных не было темпового взятия на поле С4. Черные готовят рокировку в короткую сторону, белые все-таки выводят своего слона на поле Д3. И здесь Уэсли Со меняется на поле С4 и таким образом решает проблему с развитием своего ферзевого слона, выводя его на большую диагональ. Одна из ключевых проблем всех построений отказанного ферзевого гамбита и славянской защиты – проблема с развитием этой фигуры. Белый отступает атакованной фигурой на поле Е2, Уэсли Со обеспечивает безопасность своему королю. Аронян также сделал рокировку в короткую сторону и черный заканчивает развитие легких фигур. Дальше последовал ход ладья Д1. Ливон устанавливает ладью на линию Д, организует рентген против урожеского ферзя. Ферзь уходит на поле С7, черный соединяет между собой ладьи и присматривается к пешке H2. Белый сразу убирает эту пешку на поле H3, черный отвечает тычком B4, нападая на коня. Этот конь отступает и проводит здесь в С100 типовой прорыв. В миранском варианте прорыв C6-C5. Открывает диагональ своему белопольному слону. А также с идеей избавить соперника от некоторого пространственного преимущества в центре доски. Здесь белый меняется на поле C5 и черный играет ладья C8. Используя провисание ферзя, они хотят совсем комфортом забрать на поле C5. Белый подрывает пешку на поле B4 и в этот момент черный пробивает конем на C5. Выясняется, что белый не успевает забрать на B4. Это будет грубейшей ошибкой ввиду ответного слон Е4. Нападаем на ферзя и после отступления ферзя черный забирает на C4, нападая еще раз на ферзя. В случае размена на поле C7 с последующим взятием на поле А4, черный играет слон C2. Этот двойной удар в результате белый теряет ладью. Так что, учитывая этот вариант, Львон Аронян забирает на поле C5 фигурой. И здесь, если СО мог просто взять на C5 слоном, получая примерно равную позицию. Так, после удара на B4, черный берут слоном. В случае размена на поле C7, получается равное положение. Черный хотят пойти А5, а белым нельзя ни в коем случае забирать пешку на поле А7. Это будет также грубой ошибкой из-за комбинационного удара слон F3, нападая и на ладью, и на слона. В результате, черный получает две фигуры за ладью и перспективы выигрыша в окончании. С другой стороны, понятно, что Львон Аронян не зевнет такую простую комбинацию, ну и получится в целом равная игра. Но вот, вместо того, чтобы взять просто фигуру на поле C5, Уэсли СО начинает чудить и играет А5. Продолжение которой является грубейшей ошибкой. Поскольку белый меняется предварительно на поле B4 и проводит комбинационный удар ладья D6. Жертвуя временно качество, но тем самым используя недостаточную защищенность слона на поле B7. Комбинация на тему перегрузки. То есть, черный ферзь был перегружен обязанностью защищать и слона на поле D6, и слона на поле B7. Но давайте посчитаем, какие здесь могут быть варианты. Если черный забирает на поле D6 ферзем, тогда белый пробивает на B7, контратакуя ферзя. На взятие на поле C2 они отыгрывают ферзя. И дальше, в случае удара на поле E2, играет слон D2. У них уже две фигуры за ладью, но при этом белый угрожает пойти к королю F1 и забрать ладью на поле E2. Белый получает огромное материальное преимущество. В том случае, если ферзь отступит на поле D7, мы видим, что и конь под боем, и ферзь под боем. Но и здесь у белых также все в порядке. Конь отступает на поле C5. В случае продолжения ферзь D5 с идеей использовать связку. Можно просто закончить развитие и на взятие отступить ферзем на поле A4. Белый получает две фигуры за ладью и также отличные шансы на победу. Ну а в партии Весли решил пробить на поле F3. Белый забирает слоном. Следует ход ферзь D6. Ну вот ответным конь E4. Белый нападает на ферзя. Черные взяли на поле C2. Белые забрали на поле D6. И остались также с двумя фигурами за ладью и выигранным окончанием. Еще последовал ход ладья D8. Но это никакое не нападение, поскольку у черных слаба восьмая горизонталь. И белый успевает поставить пешку на поле B3 для того, чтобы закрепиться своим конем на C4. В случае взятия на поле D6 черный получает форсированный мат. Поэтому Уэсли ведет короля в центр доски. Белый теперь укрепляет своего коня на поле C4. Последовал ход ладья D3. Казалось бы нападение на пешку. Но опять же белый не обращает на это внимания. Аронян играет слон B2. Заканчивая развитие. И на взятие на поле B3 предварительно меняется на F6. А затем играет слон D1 выигрывая качество. В результате белый остается с лишней фигурой и абсолютно выигранной позицией. Учитывая это, уже на 28 ходу Уэсли Со сложил оружие. Напишите в комментариях, в чем по вашему причина такой вот детской ошибки со стороны Уэсли Со. Ну и если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на обновление канала, нажимайте на колокольчик и до скорых встреч.